Вот такая кухня должна была оказаться на этом месте несколько дней назад. Но планам хозяйки квартиры пока не суждено сбыться. Новый год Гелена Молоткова тоже планировала встретить в своей обновленной квартире в компании родных. Ремонт в 36-й квартире по адресу поселок Юдина, улица Красная, дом 21, шел полным ходом, когда с потолка и по стенам потекла вода. У нас начался капитальный ремонт 18 октября. Начали скрывать кролю старую. И стали быть первые протечки. Сначала это было во втором подъезде, затопило в первый день 8 квартир. А уже в декабре нас затопило. Вода текла и днем, и ночью, не щадя квартиры и подъезды. Всего пострадали 12 квартир с 9 по 7 этаж. Гелена одна из тех, кто, спасая жилье нижних этажей, сооружала конструкцию и выносила ведра с водой. Управляющая компания, к которой мы звонили, Одинцовская теплосеть, на диспетчера. Диспетчера даже не хотели принимать заявки. Говорили, что это не мы делаем, это делает субподрядчик, звоните им. Сейчас строительные работы возобновились. Завершить их обещают до 15 января 2023 года. 13 октября наконец-то появилась организация, которая приступила к капитальным работам. Срок ремонта стоял месяц, но затянули работы, видимо, что-то у них не складывалось. С фонда капитального ремонта нам ответы приходят, гарантийные обязательства о том, что людям все восстановят, все возместят полностью ущерб. Вообще эти работы планировались проводиться в августе месяца, август-сентябрь. Соответствующие платежи жители перечисляются в подмосковный фонд капитального ремонта, а он, в свою очередь, проводит конкурс среди подрядных организаций. Подрядная организация выиграла мультисистема еще в 2020 году. С 2020 года мы писали письма, когда, просили представить график. По представленным документам капитальный ремонт кровли должен был проходить с 13 августа по 30 сентября. Но к работам никто не приступил, и продолжилась переписка по данному вопросу. А в окружной администрации прошло совещание по этому вопросу. В конце концов вышла подрядная организация «Сфера». Не главный подрядчик, не генеральная подрядная организация, а подрядная организация наняла субподрядчика. Так что это работники субподрядной организации. Представители управляющей компании вопрос держат на контроле. Со стороны субподрядчика по каждой квартире создан акт, причем неоднократно. Компания обещает возместить убытки. А Гелена Молоткова пока сушит стены и пол, отложила доставку новой кухни и меняет планы на предстоящий праздник. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».